Метан как средство защиты окружающей среды и роста экономического потенциала. Переход на газомоторное топливо широко обсуждается в регионах. Соответствующее поручение поступило от президента России. Плюсы и минусы, связанные с этим, считали сегодня участники экономического совета при главе Чувашии. О том, что Приволжский федеральный округ, наиболее подходящая площадка для перевода пассажирского, коммунального и сельскохозяйственного транспорта на метан, говорили в июне на совещании у полпреда Михаила Бабича. Мы подписали двухстороннее соглашение для сегодня, хочу сказать, о сотрудничестве области применения газомоторного топлива с акционерным обществом КАМАЗ. Соглашением предусматривается расширение применения автомобильной техники, работающей на компромированном природном газе, развитии сервисной и иной инфраструктуры. Что нам нужно сделать, отраслевые министерства уже знают, они озадачены, представляя заявки, мы должны полностью пройти определенный конкурс, для того, чтобы, войдя в пилотный проект, начиная с этого года, могли уже получать соответствующие субсидии. В федеральном бюджете 3,2 миллиарда рублей обозначено. Преимущества метана, как топливо, известны. В первую очередь, это природоохранный эффект. Экологи аплодируют стоя. В несколько раз сокращается количество вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, запасов нефти промышленности хватит лет на 40, а природного газа на 500. Ну и третий аргумент. Кубометр газомоторного топлива втрое дешевле литра бензина. Опыт регионов, участвующих в пилотных проектах по расширению рынка газомоторного топлива, показал, что годовая экономия при переходе с дизельного топлива на метан составляет от 200 до 800 тысяч рублей на транспортную единицу. В зависимости от объема двигателя и пробега транспортного средства. Практика эксплуатации автобусов ПАЗ-3204 на компримированном природном газе в Чебоксарском ПТП с ноября 2013 года по май текущего года подтвердила данный факт и позволила сэкономить для предприятия около 400 тысяч рублей на единицу техники. Годовая экономия должна составить около 600 тысяч рублей. Словом, в необходимости перехода на газомоторное топливо никто не сомневается. И действовать необходимо сразу в двух направлениях. Закупать новую технику с соответствующим оборудованием и переделывать уже имеющиеся под метан. Однако процесс этот не дешевый. Во-первых, машины, работающие на метане, как правило, дороже своих бензиновых собратьев. Во-вторых, переделка обходится недешево. Есть и еще один сдерживающий фактор. Газозаправочных станций явно недостаточно. И это при том, что максимальный пробег техники, работающей на метане, от заправки до заправки – 100 километров. Общее количество автотранспорта в Чувашской республике у нас сегодня порядка 281 тысячи. Из них более 8,5 тысяч – это переведены на сжиженный газ и на природный газ. То есть практически это составляет всего 3% от существующего автотранспорта, который находится на территории республики. Также имеется на сегодняшний день 55 действующих автогазозаправочных станций, которые заправляют сжиженным газом. И одна ГНКС – это которая заправляет с компромированным природным газом. Государство, в свою очередь, готово взять на себя часть расходов, связанных с переходом на газомоторное топливо. Тем, кто займется этим вплотную и масштабно, полагаются субсидии и льготы. Соответствующие средства уже заложены в бюджет. Что же касается недостаточности газозаправок – это вопрос времени. Глава ЧУАШИ Михаил Игнатьев поручил внести в генеральный план необходимые изменения и предусмотреть места для их строительства. Кроме того, в республике появятся и передвижные заправки. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.